В какой стране учиться и как получить образование за рубежом? В Шымкенте проходит 13-я всеказахстанская международная выставка зарубежного образования. Жан Сая Бухарбаева заканчивает выпускной класс и мечтает учиться за границей. Сегодня девушка пришла найти подходящий университет. Я заканчивала 11-й класс, и меня интересуют дальнейшие свои образования, и поэтому я пришла сюда, чтобы ознакомиться с университетами. А что вас интересует? Меня интересует экономика, и пока я еще не определилась, потому что существуют разные факультеты, international business, management. Больше 30 университетов сегодня презентовали свои возможности. Обучение здесь не из дешевых, и исчисляется оно тысячами долларов, и только знания могут помочь поступить на грант. Для того, чтобы поступить в Солбищ, нужно знание английского языка, это сертификат Айлс и средний балл аттестата. И в зависимости от результата, комиссия будет осматривать эти результаты и оговаривать скидку. То есть придет пригласительное письмо, и там уже будет результат скидки. То есть скидки будут от 40% до полного гранта. В зависимости от полного гранта выбить – это 5 из 5, самый максимальный средний балл, и Айлс где-то выше 7, ну, с 7,7 начинает. Помимо этого, заявке будет предусматриваться интервью, в котором будет расспрашиваться о целях самого студента, его жизненных ценностей, это все будет учитываться. Выставку посетили и студенты, уже закончившие зарубежные институты. Акбукен Шиктибай побывала на выставке образования 4 года назад. Выбрала университет в канадском Ванкувере. Работать Акбукен осталось в своем университете. Рассказывает студентам о преимуществе образования в Канаде. Девушка считает, что получать образование за рубежом – дело не из легких. Но справиться можно со всем. Культурный шок присутствовал, потому что я сама из западного Казахстана. Я выросла в очень традиционной казахской семье по приезду в Канаду. Когда я увидела на татуированные лица, например, в Канаде, для меня показалось шокирующим. Менталитет намного другой, он иначе американского, и он не британский. То есть Канада, как само государство, пока не определилась, у них нет этнического представителя. Но очень приветливые люди. Во-первых, я советую жить в семье канадской, получается, чтобы больше знать о культуре канадской и менталитете. Мне очень помогло, я жила в канадской семье с людьми, которые родились в Канаде. Затем я старалась общаться тоже с канадцами, что мне очень помогло улучшить мой английский язык. Я очень давно хотела узнать, почему люди вообще хотят жить и учиться за границей. Сегодня у меня есть такая возможность. Я не знаю, но просто интересно, там, наверное, больше образования дают, чем у нас. Чтобы получить хорошее образование. Вы думаете, вы в Казахстане не будете хорошее образование? Получу, но за границей интересно. Развить свой английский язык, это очень интересно, я думаю. Ну, я считаю, что, во-первых, разобрать, я там намного интереснее за границей. Во-вторых... Вы думаете, у вас не интересно? Я не хочу сказать, что у нас не интересно, но чего-то нового я могу узнать именно за границей. Да? Да, зачем? Язык мне будет легче учить за границей, потому что я буду тесно связан с народом этой страны. Я не хочу сказать, что у нас плохое образование, но за границей тоже можно получить нормальное образование. И мне кажется, что с дипломом, который я взял за границей, мне будет легче найти работу. Я получил образование в библиотеке, причем совершенно бесплатно. Эта цитата писателя Рея Брэдбери выражает главную мысль. Не важно, где учиться, важно стремиться к знаниям. Тот, кто хочет получить образование, способ найдет всегда.